Оружие всем желающим, как в Америке. Украинская ассоциация владельцев оружия лоббирует свой огнестрельный законопроект. А в Верховной Раде уже зарегистрирован еще один на эту же горячую тему. Авторство Кабмина. Закон, как ружье, даже висящее на стене, обязательно довыстрелит. Чем это чревато? Руслан Ермолюк. Молодой человек стреляет девушке прямо в лицо и спокойно уходит. Это видео с камеры наблюдения в одном из ночных клубов Ивана Франковска. Девушка чудом уцелела, но навсегда осталась инвалидом. Было повреждено и лицевый череп, и повреждено оком. Око не удалось это спасти. Это был выстрел всего лишь из травматического пистолета. Но убойная сила резиновой пули и ее скорость ничуть не меньше свинцовой. От гладкоствольной к нарезной от маленького калибра до большого. Полки магазинам ломятся от оружия. Его-то и хотят разрешить продавать всем желающим, разработчики нового законопроекта. Но где гарантия, что огнестрельное оружие не попадет в руки мажоров или психически неуравновешенных людей, говорит психолог Виктория Смирнова. Каждый месяц в Украине кто-то в кого-то стреляет. Водители на дорогах, активисты на митингах или разгневанные покупатели. У меня есть оружие, я могу себя защитить. Но насколько я уполномочена, насколько я правильно понимаю ситуацию, если я уже в эмоциях, человек, который хватается за оружие, он уже не контролирует себя. Разработчики законопроекта предлагают ужесточить правила получения медсправок и прохождения обучения. Они почему-то уверены, что смогут побороть коррупцию в разрешительной системе. Минимум месяц, когда человек не просто пришел, послушал теорию и сдал три выстрела в тире, а человека обучает группа специалистов по медицине, по праву, по стрельбе. И каждый из которых дает ему тот пакет знаний, за который он и должен нести ответственность. Америка с ее жесткой системой контроля и давно разрешившая оружие, теперь не знает, как загнать джина обратно в ствол. Готово ли украинское общество, не знают и у нас. Пока это скорее идея оружейников, чем законопроект, но их столько было за последние годы. И при таком активном лоббизме есть вероятность того, что закон в Верховной Раде все-таки выстрелит, и огнестрельное оружие пойдет по рукам. Но на чьей совести тогда будут всевозможные жертвы? Руслан Ермолюк, Игорь Антонюк. Подробности. Телеканал Интер.